Когда я училась в школе, я была очень высокая и худая. И я так комплексовала по этому поводу, что я чувствовала себя максимально некомфортно. Но сейчас я, понятное дело, понимаю, что к чему, и знаю, что, в общем-то, это не есть плохо, что у меня длинные ноги, и я худая. А я была в детском магазине, купила стульчик для купания. Маленькая джечка спит. Без смеха кушать мы не умеем. Чипалечки наброшены. Здесь чисто. Соли, конечно, не очень часто. Привет. Я такое хорошее настроение. Утро следующего дня у нас сегодня. Собираемся в поликлинику. Я же в прошлый раз ходила, узнавала, когда грудничковый день, а грудничковый день в четверг. А сегодня как раз-таки четверг. Поэтому мы пойдем в поликлинику на прием. Снегопад просто жуть. Даже я отстыла под крышей. Немножко передохнуть, а то дышать нечем. Идешь, и в нос снег залетает вместо воздуха. Мы были у педиатра. Вес ровно 8 килограмм. Рост 60-80 сантиметров. Ой, все как по учебнику. Я знаю, что многие хотят узнать обо мне больше информации. Моей личной информации. И я никогда не стеснялась говорить о себе. Я никогда не была скрытной. Я прекрасно понимаю, что люди крайне редко умеют радоваться чужим успехам. Гораздо чаще они ликуют от чужих неудач и каких-то несчастий. Я к чему это все говорила? Я готова рассказать вам все, что вы хотите о себе. Совершенно все. То есть все, что вам интересно узнать, я вам расскажу. Я не люблю как-то строить из себя такую тайну. Это вы для меня, это как друзья. Потому что в жизни друзей у меня есть Рада. Подруга Рада, с которой мы ездили в Абхазию, влоги снимали. Но мы с ней видимся где-нибудь раз в два месяца. И наши встречи, они невероятные. Я очень ее люблю. Она очень близкий мне человек. У меня нет от нее секретов. Но все равно мы с ней не видимся каждый день. И не обмениваемся с ней такими какими-то переживаниями, эмоциональными стрясками. И вообще какими-то обстоятельствами, которые происходят в нашей жизни. То есть мы с ней больше на такое, на глобальные какие-то события нацелены. Но при этом я очень, конечно же, хочу с кем-то делиться чем-то. И как любой человек иногда мне просто хочется высказаться. Я не против того, чтобы высказываться вам о своей жизни. Но, конечно, для того, чтобы вам было это интересно, вы должны меня знать лучше. Я юна. Мне 20 лет. Я живу в прекрасном городе Москва. Но родилась в городе Чебоксара. В Москве я живу достаточно давно. Я начала учиться в школе в Чебоксарах. Заканчивала я школу в Москве. 11 классов я закончила. Поступила в институт. После 10 класса. Если интересно, я могу рассказать, как так называется система школы в ВУЗ. Вообщем, во время 11 класса я училась на первом курсе института. Благополучно закончила 11 класс. Потом благополучно поступила на второй курс своего университета. Отучилась там еще год и бросила. Не просто так бросила, бросила, потому что я хотела стать стюардессой. Для того, чтобы стать стюардессой, нужно было не учиться ни в каком высшем учебном заведении, поскольку, обучаясь в летной школе, ты официально считаешься студентом. Но нельзя быть студентом одновременно в двух вузах. И я, не раздумывая, все это бросила. Пошла проходить медкомиссию, проходить собеседование, собирать кучу справок о том, что я не наркоман, не алкоголик, о том, что у меня там нет никаких заболеваний. Но потом случилась небольшая врачебная ошибка, которая выбила меня из колеи. На какое-то время я просто ушла в аут. И когда я уже вернулась, пришла в себя, и уже было поздно идти стюардессу. То есть, в общем, я ни институт не закончила, ни стюардессой не стала. Но о том, что я не стала стюардессой, я не жалею. В принципе, это для меня небольшое упущение на сегодняшний момент. Спустя полгода после того, как я решила улететь в небо, я вышла замуж. Вышла замуж я очень быстро, очень... Как-то это все было вот так вот, вот так вот. И вышла замуж, потом сразу забеременела, то есть беременность у меня была желанная, я очень этого хотела. Вот тогда время понеслось очень быстро, со скоростью света. Ну, вы наверняка все знаете, что бывает такое в жизни, что люди просто разные, они хотят разных вещей от жизни. И у них... Они на разной волне. И в моей жизни тоже случилось так, что человек, который был рядом со мной, оказался другим. Несмотря на то, что у меня пятимесячная дочурка, я все равно чувствую себя totally happy. Я невероятно счастливый человек, потому что каждый день я знаю просто ради чего я живу. И несмотря на то, что со стороны, если посмотреть на мою жизнь сейчас, она кажется какой-то странной и в какой-то мере даже очень неудачно сложившаяся. Но я просто бесконечный оптимист всегда по жизни. И даже в самом худшем, что со мной происходит, я всегда вижу положительные стороны. Спасибо просто Вселенной за то, что во мне есть это качество, которое я считаю самым лучшим в себе. Ну и как вы поняли, что в октябре прошлого года я вышла замуж, и уже сейчас я практически не замужем. Но это все приходящее и уходящее. Главное, что сейчас у меня есть моя маленькая девочка, которую я бесконечно люблю, и ради которой я сверну горы, как и любая мама, ради своего ребенка. Я единственный ребенок в семье. У меня нет братьев и сестер. Есть двоюродные и троюродные. Несмотря на какие-то обстоятельства, которые происходят с нами в жизни, я сейчас, на сегодняшний день, я просто понимаю, что у меня есть сердце, которое сейчас отдельно от меня. Если вы понимаете, мой посыл к вам. У меня есть то, что заставляет видеть небо голубым тогда, когда на улице гроза. Вижу солнце даже тогда, когда на небе тучи. Если вы понимаете, то есть жизнь, она обретает другой окрас. Это для меня очень важно чувствовать себя мамой. Я вот из тех людей, из тех женщин, которые чувствуют себя полноценным человеком тогда, когда они мамы. Я очень надеюсь, что мое небольшое откровение не стало для вас утомительным. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, пишите. Я без проблем на них отвечу. Я буду только рада, если вы захотите что-то обо мне узнать. Еще. Давай, вот так. Мама и девочки. 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 Продолжение следует...